Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новость Анапа-Регион» в студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня. Эхо войны и античного времени. На строительном объекте в Джимите были обнаружены интересные артефакты, ведутся археологические раскопки. Протянули трубу помощи. Администрация совместно с водоканалом обеспечили водой более 20 домовладений совершенно бесплатно. Профилактика экстремизма и патриотическое воспитание – самые важные вопросы молодёжной политики обсуждают в Анапе на краевом семинаре. Сегодня в городском театре принимали поздравления представители самой вдохновенной и творческой профессии. Энтузиасты с неугомонными сердцами, люди неравнодушные, постоянно стремящиеся к новым творческим вершинам. Под несполкающие аплодисменты зала на сцене чествовали работников анапской культуры. Преподаватели детских школ искусств, сотрудников сельских клубов и домов культуры, музеев и библиотек, преподаватели творческих коллективов наградили почётными грамотами и благодарностями Министерства культуры Краснодарского края и главы города-курорта Анапа. На мой взгляд, всё-таки, наша культура одна из лучших на территории Краснодарского края. Я думаю, что почему она одна из лучших? Здесь собралась прияда таких людей и коллективов. Именно вы несёте свет культуры людям. Именно вы не даёте нам, простым смертным, забыться в суете, в буднях жизни. Именно вы несёте прекрасное. Именно ваше творчество помогает человеку встать с колен, подняться и пойти дальше. Поэтому от имени главы нашего города Сергея Павловича я поздравляю и благодарю вас за тот труд, за тот свет, за то счастье, которое вы нам даёте. Людмила Георгиевна упомянула такие коллективы, как «Лунапарк», «Соловейка», «Виктория», заслужившие признание далеко за пределами Кубани и даже России. Каждое их выступление – настоящее культурное событие. Было отмечено и то, на каком высоком уровне в этом году в Анапе прошли мероприятия в рамках муниципального этапа экспедиции «Имя Кубани». Эту работу также по достоинству оценили на уровне края. Самых тёплых слов признательности удостоились ветераны отрасли, проработавшие в ней долгие десятилетия. Валентина Хиониди, Татьяна Старкова, Зоя Шишкина. От имени главы Анапы им вручили курсовки на оздоровление в санаторно-курортном комплексе «Делуч». А старейшего участника и солиста народного казачьего хора Владимира Пономаренко, которому в этом году исполнилось 80 лет, ждёт санаторий «Мотылёк». Даже в эти предпраздничные дни анапским работникам культуры не до отдыха. Сегодня и завтра 108 творческих коллективов города-курорта сдают ответственные экзамены на звание «Народный» и «Образцово-художественный». Кто-то подтверждает звание, кто-то претендует на него впервые. Сразу после торжественной части «Смотр-конкурс» открыли выступления творческих коллективов городского театра. Фрагмент стены, античная керамика, место боя времён Великой Отечественной войны. В Джимите на месте будущей электроподстанции археологи проводят раскопки. Говорят, что загадывать сложно, но по некоторым косвенным признакам место многообещающее. Одна из первых находок в руках у начальника экспедиции – ручка амфоры, сделанной в метрополии, в самой Греции. По его словам, изучив её, можно узнать конкретное место производства. О жизни и быти людей в экономических связях того времени рассказывают именно такие артефакты. Где копать показала разведка. Её провели перед строительством, так положено по закону. Пока археологи обнаружили остатки части стены. Не исключено, что она окружала усадьбу. Уже известно, что в районе Джимите был пригород Гаргипи. Поскольку работы только начались, конечно, мы ещё предполагаем находки какие-то значимые. Надеемся, что будет что-то интересное. Ну и хотелось бы сказать, что в данном случае крупные греческие города на территории Северного Причеморья и Прикубани исследованы довольно хорошо, а небольшие сельские усадьбочки и жизнь простых греческих переселенцев ещё не до конца исследованы. Поэтому наши раскопки принесут какой-то вклад. На двух раскопах работает около 50 человек. Руководство в Ростове. Команда из самых разных регионов. Вместе уже не первый год. Устоявшийся коллектив. Работа интересная, но трудная. Летом может быть изнуряющая жара. Сейчас грунт тяжёлый после обильных дождей. А солнце, наоборот, долгожданное. Александр из Челябинска. Археологией занимается более 10 лет. Поехал на практику в университете и, как говорит он сам, зацепила. В Анапском районе уже второй раз. До этого были на греческом поселении в районе Усатовой Балки. На новом месте пока изучают обстановку. А какие-то косвенные признаки, безусловно, говорят, что поселение довольно интересное. То есть по керамике по той же. Было бы интересно, конечно, наткнуться и на могильник сопутствующий, но это время покажет уже. Помимо античных предметов, в ходе раскопок нашли следы боя времён Великой Отечественной. В здании, вероятнее всего, хозяйственном. Гильзы от советского оружия, чека от гранаты. Там же ручка от самовара, подкова. Раскопки займут около месяца или полутора в зависимости от погоды. Все найденные предметы занесут в специальный каталог и передадут в музей города-курорта. В Анапе продолжается модернизация водных сетей. Предприятие «Водоканал» ведёт работы согласно графику и расписанию. Но случаются внештатные ситуации, требующие оперативного реагирования. Именно такой случай произошёл в медицинском проезде. Там из-за износа коммуникаций жители более 20 домов остались без воды. Проблема решилась. Стоило только людям обратиться в городскую администрацию. Проезд медицинский, как сами называют местные жители, это улица пенсионеров. Практически все проживают здесь в 50-х годах прошлого столетия. Тогда же организовали кооператив и положили трубу. За 60 лет этот водовод полностью исчерпал свой ресурс, и жители просто остались без воды. За помощью пенсионеры обратились в администрацию города. Люди мучаются. Труба уже вся полностью, 100% износ, забитая, давление плохое. Начали поступать жалобы. И наш руководитель водоканала совместно с администрацией, совместно с жителями приняли решение сделать замену водопроводной трубы на больше диаметр. Буквально за пару дней этот вопрос был решён. Теперь по переулку проложена новая пластиковая труба диаметром 110 мм, которая обеспечит бесперебойной подачей воды всех проживающих здесь людей. Хотелось правильно поблагодарить Бузунову, которая направила нас как надо делать. Какая она молодец? Начальник, директор Царевский, который... О, вот, водоканала. Молодец. Но самое главное, ребят, которые прокладывали. Ой. Было сделано за двое суток всё. Мы теперь будем с хорошей водой, как у всех остальных. Как мы мучились невыносимо. Спасибо большое Анжелике Бузуновой. Какая она молодец. Как она нас приняла. Как она с нами разговаривает. Как она с Царевским разговаривает. Какой Царевский молодец. Проложили чудесно. Три дня и всё сделали. За три дня. Вот всё. Так что мы очень довольны, благодарны, что ребята серьёзные. Мы довольны. Так что теперь и наши дети будут с водой. Сейчас решается вопрос о подключении домовладений к новому водоводу. Все расходы и материалы водоканал берёт на себя. И, как заверяют в организации, работы будут завершены в самое ближайшее время. В Анапе продолжаются масштабные благоустроительные работы в рамках краевого санитарного двухмесячника и подготовки к курортному сезону. Кроме наведения порядка и чистоты, сотрудники жилищно-коммунального хозяйства ремонтируют асфальтовое полотно. Причём ремонт затрагивает не только дороги общего пользования, но и дворы в спальных микрорайонах. Сегодня масштабные ремонтные работы развернулись во дворе по улице Крылова. Улица Крылова, дом 12. Чистый, ухоженный двор. Идеальная обстановка для спального района. В доступе все условия от спортивной и детской площадок до зелёных уголков, где так приятно насладиться тёплым весенним солнцем. Картину портит только дорожное покрытие во дворе. Здесь, в буквальном смысле, яма на яме. И если на машине проехать ещё можно, то вот родителям с колясками приходится сложно. Это очень достало. Вот имеем тоже машину, постоянно ездим, особенно двое маленьких детей. То есть, ну, неудобно. И на коляске кататься, и просто выйти погулять. То есть, яма, и всё это, конечно, неудобно. Хотелось бы новый двор. Ну, не то, что новый двор, а новый хотя бы асфальт, новую дорогу. Буквально за несколько минут ситуация в уютном и тихом дворике кардинально меняется. Подъезжает строительная техника и КАМАЗы с дымящимся асфальтом. Рабочие оперативно подготавливают поверхность к укладке нового покрытия. Места наиболее разрушенные. Будет выполнен ямочный ремонт. А основная площадь, основание, которое хорошее, будет выполнен выравнивающий слой с последующей укладкой уже верхнего основного слоя. Работники ДРСУ ВИРАЖ работают слаженно и оперативно, но препятствуют припаркованные во дворе автомобили. Тяжелая техника в считанных сантиметрах разъезжается с любителями парковаться прямо на проезде. Всего в этом дворе будет заменено более 500 метров дорожного полотна. Обновится не только дворовая территория, но и подъездные пути. По расчету специалистов на это уйдет не менее 55 тонн асфальта. Работы планируют полностью завершить в течение двух дней. В рамках подготовки к курортному сезону ликвидируются и все стихийные свалки. Причем на борьбу с мусором выходят не только коммунальные службы, но и сами анапчане, как, например, жители дома 120А на улице Лермонтова. Ранее мы показывали репортаж с образовавшейся здесь свалки. Территория была, мягко говоря, захламлена. Кроме бытовых отходов, прямо на газонах лежал строительный мусор. Хозяина стихийной свалки найти так и не удалось. Но управление жилого дома совместно с арендаторами офисных помещений пообещали организовать субботник и навести порядок в общем дворе. И вот спустя две недели двор действительно преобразился. Вывезен весь крупногабаритный мусор, стали чище газоны и пешеходные тропинки. На уборку мусора вышли все неравнодушные жильцы дома. После замечания мы организовали субботник, вышли и убрали полностью нашу территорию. Чистота собственной территории это непосредственно, как говорится, ответственность жильцов, ответственность людей, которые должны за своей территорией смотреть, убираться. Положительно отнеслись, конечно, положительно. То есть вышли, все убрали территорию, все и как бы создали эту чистоту. Благоустройство курорта продолжается. К наведению порядка на своих территориях должны подключаться не только жители города, но и предприниматели. Все, кто ведет свою деятельность на курорте, должны внести и свой вклад в его благоустройство. Специфика общения с футбольными болельщиками, а также вопросы, связанные с организацией 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. И также вопросы, которые можно назвать традиционными, профилактика экстремизма, патриотическое воспитание. Обо всем этом в течение трех дней будут говорить в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» на специальном семинаре, организованном Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. На мероприятие приехали представители 44 муниципалитетов региона. Те, кто определяют молодежную политику региона. Заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Сергей Килин охарактеризовал собравшихся в зале. Здесь около 100 человек из 44 муниципалитетов, руководителей и специалистов управлений по молодежной политике. На повестке дня вопросы патриотического воспитания, противодействия экстремизму. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова предложила обсудить безопасность детей в интернете. Молодежные активисты города-курорта помогают выявлять так называемые группы смерти, ищут торговцев наркотиками. С другой стороны, идет работа с молодыми семьями, проходят патриотические мероприятия, развивается юно-армейское движение. Работа молодежного совета при главе города приносит реальные результаты, а город-курорт Анапа – один из лидеров в регионе по работе с молодежью. То, что мы занимали два года первое место среди территории, я думаю, это очень почетно, это очень значимо, и это вот та планка, поднятая нами, которую мы должны удерживать. Мы можем говорить о последовательном и системном подходе в реализации молодежной политики. Говорить, что она совершенная, наверное, неправильно, потому что совершенного в земном мире не бывает, но, тем не менее, желание, понимание этого вопроса, и, я повторюсь, последовательность действий наблюдается. По словам Сергея Килина, то, что совещание проходит в Анапе, с одной стороны, говорит о привлекательности города, с другой – поможет муниципалитету удержать планку, внедряя инновации. В частности, большое внимание сегодня уделяют созданию информационной среды, когда не только у школы, но и у каждого класса есть своя страница в социальной сети, где можно пообщаться не только со сверстниками, но и с учителями. Помимо этого, в том числе и анапчанам предстоит внести свой вклад в организацию 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Его откроют осенью этого года в Москве, а основные мероприятия будут проходить в Сочи. Также уделят внимание общению с футбольными болельщиками. В крае пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, а в Анапе будут тренироваться команды. Семинар продлится три дня. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная, комплексная медицинская помощь. Начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Специальные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.